Сегодня вот о чем хотели поговорить и вообще в чем помочь. Такой теме, которая называется «Как сохранить позитивно-конструктивное состояние». Позитивно-конструктивное. Это такое же состояние, в котором задуманное купить что-то, купить-то это ладно. Это у нас обычно легко получается. Продать что-то, предложить что-то, чтобы это получилось. А зависит, ну, как бы вроде бы, вроде бы, зависит не от нас, не от меня, а от чьих-то желаний. С этим бывает вызвано наше состояние беспокойства. То есть отсутствие конструктивной позитивности. Так? Многие психологи, эзотерики и так далее, которые работают в этой теме, они говорят, «Надо себя переубедить». Ну, например, переубедить в том, что вот я сейчас поехала, ну, скажем так, на встречу с клиентом, и этот клиент у меня должен купить. А внутри беспокойство. Вдруг не захочет. Вот как переубедить себя? Можно. Можно поработать. Если тут же поставить себе цель. Вот просто такую же цель. Я сейчас должен найти какие-то аргументы внутри себя, что он купит. То есть заставить себя переубедиться. Вот переубедить себя. Ну, это один прием. Можно этим воспользоваться. Если вот осознаешь, что это нужно. Нужно все время отслеживать и осознавать внутреннее состояние. Ну, это один прием. А другой прием, и, кстати говоря, это не только о продажах. Это, например, о состоянии здоровья. Если ты внутри носишь вот это беспокойство, которое, конечно, вызывается тем, что там что-то не получается, там, здоровье. Там недостаточно легко и хорошо дышите, допустим. И ходите недостаточно хорошо и легко. Вот что-то, что-то. Вот чувствуешь, что что-то не совсем то. То ли это связано со здоровьем, то ли это с каким-то там гормональным моим фоном, то ли еще с чем-то. Как переубедить себя в том, что у меня все хорошо? Ну, наверное, тоже создать какое-то внутреннее намерение. Намерение найти аргументацию, во всяком случае. В том, что у меня идут улучшения. Происходит улучшение здоровья. Мое здоровье гармонизируется, улучшается. Организм или что-то в моем теле оздоравливается. Этот процесс идет. Оздоровление. То есть хотя бы создать такое умение. Найти эту аргументацию. Начать набор вот этой внутренней убежденности в том, что происходит что-то лучшее к лучшему. Вот к тому хорошему. Приходит. Вот оно идет и идет. Приводит и приходит. А есть еще один прием. То есть как бы я вам сказала о том, что есть прием, который называется переубеди. Но он тоже начинается с того, что надо внутри себя отследить, в каком состоянии я нахожусь. Почему нет этой убежденности? Это не важно. Не важно сейчас искать эти причины. Надо. Мы умеем управлять. Мы должны уметь управлять. Своим мозгом, в первую очередь, и своим состоянием. Но есть другой прием. Прием, который просто называется внутри меня беспокойство. Я могу управлять состоянием беспокойства точно так же, как и своими убеждениями. Значит, я сознательно говорю о том, что я свое беспокойство меняю на состояние спокойствия и позитивного конструктивизма. И вот тут, кстати говоря, могут начать появляться сами вот эти аргументы, которые, то есть другое мышление сразу же появится в мозге и в голове. Другое настроение, другое отношение, например, к клиенту, к его желаниям, могут начать появляться сами позитивно-конструктивные мысли. Значит, позитивно-конструктивное отношение, встречи с этим человеком, к его намерениям, намерениям купить, приобрести. Может вдруг просто возникнуть какое-то озарение, а оно состоит в том, что человек давно мечтал об этом, и вот вы счастливы, что вот именно сейчас у него состоит вот этот процесс, который зависит от вас. Вы ему предлагаете, и он, вы ему предложите, и он прям таки рад, что уже вот этот момент какого-то изменения в его жизни происходит, о котором он мечтал. могут появиться вот такие мысли. Но стоит ли поработать с этим какой-то трансовой техникой? Ну, в принципе, можно сейчас это сделать. Можно трансовой техникой, можно эзотерической техникой. Давайте предложу вам небольшую эзотерическую технику. Я вам уже предлагала мантру, почитать мантру на вдохе-выдохе, которая звучит так. Ям-инь. 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 В мантрах заложено энергетическое состояние. Вот оно заложено. Это уже как закодировано. И вот это энергетическое состояние уверенности, спокойствия, знания в том, что высшие силы любят вас, милосердят вам, хотят вам помочь, хотят убедить вас в том, что вы любимы, значимы, что вы нужны, вы востребованы людьми. Вот это все сейчас начнут появляться. Читайте эту мантру. Ям-инь. 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 Ну, пусть на сегодня этого приема достаточно. Ну, как-нибудь на днях сделаю еще одну запись. Для вас может быть запись с какой-то трансовой техникой. А может быть, применим еще какую-то мантру. Но вспомните то, с чего я начинаю разговор. Мы умеем управлять. Управлять своими убеждениями, менять их. Своей командой. Командой. Команда есть намерение. Поменять. По-другому начать мыслить и относиться. Что еще важнее. Относиться – это уже находиться в другом энергетическом состоянии. Подъема, оптимизма, какой-то любви к себе, знания о том, что любим, нужен, востребован. И улучшения начнут происходить. И они будут не только в каких-то делах, в каких-то ваших намерениях что-то получить, сделать и достичь. в состоянии здоровья, в отношениях. Этим всем можно управлять. Удачи, всего хорошего явно имя. Яно имя. И да пребудет с нами милосердная Божья сила и помощь. Субтитры создавал DimaTorzok